Всем привет! Сегодня 22 июля, Московская область. У нас, как несколько дней, стало прохладнее. Прошел даже небольшой один раз дождь, но стало ветрено. Я надеюсь, меня будет слышно хорошо. И теперь, в общем, выйти поработать можно не только вечером, но и днем. Я работаю сегодня в цветнике, а конкретно буду делать летнюю обрезку лаванды. Покажу на этом примере. Здесь высажено 4 куста. Это сорт узколистной лаванды, Мальдит Стрейн. Выращивала семян 2 года назад. Обрезку лаванды я делаю 3-жды в год. Первая обрезка – это весенняя, формирующая. После зимы я убираю все поломанные веточки, формирую кусти красивые в виде шарика. Затем вторая обрезка – это летняя. Сейчас я убираю все соцветия, которые отцвели. И третья обрезка – это будет осенняя, подготовка лаванды к зиме. Насчет летней обрезки я, конечно, в этом году опоздала. Ее лучше делать числа до 15 июля. Это максимум. Чтобы, во-первых, собрать соцветия, чтобы они еще не отцвели. И, во-вторых, это делать надо чуть пораньше, чем я сейчас это делаю, для того, чтобы лаванда повторно зацвела. Так что сейчас я буду заниматься в любом случае обрезкой. И лаванда, между прочим, если вы еще летом ее обрезаете, формируется красивый довольно-таки куст. Особенно нужно обрезать лаванду первого года жизни. Вот первогодочки, которые цветут, обрезаете ли соцветия, и формируется лучше куст. Он будет пышнее и плотнее. Ну, сейчас на этом примере, на этих четырех кустах, я покажу, как я это делаю. Итак, камеру я поставила поближе, чтобы было видно максимально, потому что очень ярко светит солнце и сильный ветер. Итак, смотрите, вот они, соцветия. Не обрезайте слишком низко, чтобы не повредить молодые побеги, на которых мы будем ждать повторное цветение. Обрезайте только вот эти соцветия. Все. Я буду делать это вот такими электрическими ножницами. До них я просто срезала острым секатором, и все было хорошо. Когда будете срезать соцветия, не забывайте делать также формирующую обрезку, чтобы куст был красивый, такой, с шаровидной формы, чтобы было все красиво у вас. Итак, берете просто пучок соцветий и аккуратно его срезаете. Вот таким образом. Все. И при этом не забывайте за формирующую обрезку, чтобы все было у вас красиво. Я пока остановилась, обрезала один куст. Это занимает очень мало времени, буквально полминуты, а то и меньше. Сформировала красивую крону в виде шарика. И хочу еще раз сказать насчет летней обрезки. Обязательно делайте летнюю обрезку. И это касается в особенности молодых кустов в первом году жизни. Потому что лаванда имеет такое свойство. Она распадается, образует лысые середины. А при летней обрезке, когда вы обрезаете еще неодревесневшие стебли, она формирует более плотную крону, больше листвы и больше соцветий. Поэтому трижды, если вы будете подстригать лаванду трижды в год, она у вас будет вот таким плотным, хорошим, красивым, цветущим шариком. Ну и я дальше продолжаю обрезку. Продолжение следует... Все, буквально прошло пару минут. Я сформировала четыре куста лаванды. Смотрится аккуратно, красиво. Все, что вы срезали соцветия, можно использовать для создания букетиков. Только нужно правильно высушить. И также я использую в кулинарии. Готовлю лавандовый сахар и также добавляю соцветия в черно-смородиновое варенье. Вот так все это выглядит очень аккуратненько. Ать, вот кусты еще пока не обрезаны. Смотрите, какие размахайки уже некрасивые. Соцветия здесь я использовать не буду, потому что они уже все переросли. Они очень высохли и только буду выбрасывать. Сейчас это так неаккуратно смотрится. А так выглядит лаванда уже после срезки. Я ее выращивала из семян два года назад. Это сорт голубой простор. И здесь высажено четыре растения. Выглядит все красиво и аккуратно. Также подрезала эта лаванда узколистная белая. Белый иней. Молодые кустики сформировала шариком. И они уже к октябрю месяцу срастутся и образуют вот такой лавандовый бордюр. Все соцветия, которые только что я срезала, они в сухоцвет для составления букетика не подойдут, потому что уже цветочки перезрели. Если можно так сказать, видите, их лучше для букета использовать в полуроспуске. Тогда букетики красивые получаются. Вообще срезку лаванды лучше делать до середины июля. Это самое замечательное время. Лаванда тогда больше набирает зеленой массы и более активно цветет. Я всегда, я уже говорила, срезала просто секатором острым. Но когда появилась вот такая штука, это, конечно, намного облегчает труд. Чтобы срезать вот это все, у меня заняло, наверное, минуту. Это максимум. Все это быстро делается и удобно. С секатором, конечно, более такая долгая работа. Еще я вам хочу показать небольшой цветник, который находится вдоль забора. Он создавался в конце октября прошлого года. Здесь по краю камней я высаживала 30 кустов лаванды. Я их выращивала из семян. И сюда она была высажена прям маленькой-маленькой рассадой. Как видите, перезимовала просто отлично. И вот как раз вот такие молодые кусты обязательно делайте летнюю обрезку. Тогда они сформируют плотную крону. Они не будут распадаться. Будет много листвы и будет много соцветий. И она быстрее у вас сомкнется и образует вот этот лавандовый край. Очень красиво, обильно цветущий. Здесь у меня находится небольшой розарий. Я в этом году высадила сюда три розы. Красная, бело-розовая и желтая. И как красиво с ними смотрится цветущая лаванда. Лаванду высаживала в прошлом году маленькой рассадой. Видите, кругом вдоль вот этих камней. И она практически уже сомкнулась. Здесь у меня два вереска. Вот так лаванда. Уже образовала практически лавандовый бордюрчик. И, конечно, я ее тоже буду обрезать. Сочетание роз и лаванды очень красиво смотрится. Тоже будут плотные такие красивые кусты. Заодно я вам покажу новинку. Недавно приобрела. Вероника. Смотрите, какая красота. Тоже такого голубого лавандового цвета. Молоденькое растение. Буквально, знаете, за сколько я его взяла? За 100 рублей. Это на распродаже. Была вообще очень чахлая. Ну, это когда продают почти убитые растения. Вот я там их и взяла. Вот эту Веронику. Отошла она. Смотрите, как хорошо пошла. Была очень-очень чахленькая. Высадила буквально недели-полторы назад. Так, а я все про свою лаванду. Сейчас буду заниматься этой зоной. Вообще лаванды у меня больше 60 кустов в цветнике. На зиму я их не накрываю, потому что сделать это невозможно. Оно у меня уходит просто под обрезку в зиму, не накрытой. Вот такие кусты, красиво сформированные после летней обрезки, будут еще красивее осенью. После обрезки я лаванду проливаю обычной водой из колодца. Все. И на таком красивом кадре я хочу вам пожелать всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Продолжение следует...